Всем привет! Когда я выкладываю фотографию в инстаграм со своим маникюром, мне большинство девчонок пишут, что у меня очень красивая форма ногтей, что у меня некрасивая, что у меня красивый маникюр, как я это делаю. В общем, сегодня я вам расскажу, что, как, почему, как исправила я свои ногти, как я придала им ту форму, которую сейчас, на данный момент, мне ближе всего по душе. Так что все, кому эта тема очень интересна и актуальна, оставайтесь. Начну, как большинство, с предыстории. Я никогда не имела сухих, ломких, слоящихся каких-то мягких ногтей. Я их не могу вот так, например, согнуть. Для меня это вообще невозможно просто. Если возможно, то очень больно. У меня слоятся ногти только по каким-то проблемным ситуациям, особенно проблемным, если у меня какие-то проблемы со здоровьем. Если у меня что-то происходит с внутренним миром, у меня сразу заражается на коже, на ногтях, на лице, на волосах. Поэтому, если вы хотите меня спросить, как укрепить свои ногти, как делать их жесткими, на этот вопрос у меня всего один ответ. Это дополнительные средства, которые вам могут укрепить ногти. Это могут быть любые укрепляющие средства, например, как укрепитель от умной эмали, который нужно наносить. Вообще, если вы хотите укреплять свои ногти, то готовьтесь к тому, что вам где-то неделю-две нельзя будет пользоваться декоративными лаками. Вам нужно будет каждый день по одному условию наносить какой-то укрепляющий лак. Все, больше ничего. От любой фирмы вы найдете какой-то укрепитель, которым вы сможете пользоваться на протяжении где-то 14 дней курсом. Но я вам хочу показать одно средство, которое меня выручило и которое поможет, я думаю, вам. Это Essence, ультраэффективное средство для укрепления ногтей. Мне это средство безумно помогло, оно меня просто буквально спасло. Мне оно очень помогло в момент того, когда у меня были очень желтые ногти. Я еще раз повторяю, что если у вас желтые ногти, основная проблема, скорее всего, это внутренние ваши болячки. Но если вы проверяетесь, и у вас более-менее все нормально, но причины никуда не уходят и остаются, то воспользуйтесь какими-то вот такими средствами. Я, например, советую вам вот такой от Essence. Во-первых, оно очень быстро дает вырасти вашим ногтям. Я использовала целую неделю, каждый день нанося по слою. У меня выросли ногти очень сильно. У меня они отбелились. Вот эта желтизна, она почти пропала. Это второе. Третье, они укрепились, они стали еще жестче. И четвертое, это то, что они перестали слоиться. Средства обалденные, но не злоупотребляйте. Не нужно использовать, вот я использовала бутылек, да, не нужно покупать дальше, про второй, третий, постоянно, постоянно этим пользоваться. Пользуйтесь раз в полгода. Сразу заикнусь про средства, которые я использую топовым. Сейчас у меня на первом месте от Selly Hansen Insta Dry. Это очень классное средство, которое вам защищает ноготь, которое продлевает стойкость вашего маникюра, которое придает очень красивый глянец, блеск ногтям. Так как же я исправила все-таки свою форму? Я использовала так называемые карандаши масленькие. Самый первый, который я купила, был от Essence. Здесь оранжевенький, называется Nail Carapen, то есть карандаш для ухода за кутикулой. У меня уже кончик, конечно, весь разорбанился, он был очень таким жестким, упругим, прямым, но у меня он сейчас стал просто как ватная палочка. Но не поверите, до сих пор в нем есть масло. Я его купила в феврале, по-моему, месяце, не ошибиться бы, ну, где-то, короче, зима этого года. И до сих пор здесь есть масло. Я диву даюсь, просто как так... Я непонятен не имею, причем факт в том, что тут не очень хорошо закрывается крышечка, у меня часто в косметичке он просто раскрывался. Я его находила в косметичке, там, вот в таком состоянии отдельно. Я не знаю, сколько он там лежал, но в итоге, когда я его закрывала, у меня опять масло появлялось. Фантастика! У меня кутикула отрастала очень быстро. Я обрабатывала ногти два раза в неделю. Я обрезала кутикулу с помощью обрезного маникюра, с помощью щипчиков, и буквально через три дня у меня опять появлялась кутикула. Меня это жутко раздражало, я понимала, что так не должно быть. И она была очень сухая. Если я её не обрежу, то у меня не было вот таких штук, я не знала, что они существуют, и просто ходить с такими ногтями, это было ужасно. И в итоге мне это крайне надоело. Я нашла девушку-блогера, именно у неё печатный блог, я обязательно ставлю ссылку. Просто меня подтолкнул. У неё настолько красивая форма ногтей, и она рассказывала свою историю, она выкладывала фотографии, какие у неё ногти были и какие стали. Посмотрите и поймите, что, девочки, если у вас какие-то страшные ногти некрасивые, то всегда можно исправить, всегда. Просто нужно время, терпение и силы. Иначе не получится. Ну, конечно, материальный вклад, потому что каждый средств стоит какую-то копеечку. Так вот, что делала я? Я в течение месяца мазала вот тем средством от Essence, и каждый день, а то и в день по нескольку раз отодвигала кутикулу вот этим средством. Я просто увлажняла и тем самым немножечко отодвигала. В итоге у меня кутикула чуть-чуть пододвинулась вверх. У меня она увлажнилась, она стала более мягкой. И знаете, я проходила целую неделю без удаления кутикулы. Для меня это был шок, потому что, ну, представляете, это когда человек каждые три дня убирает кутикулу, для него это становится законом, для него это постоянно, это стандарт. Когда ты неделю не убираешь кутикулу, с одной стороны, тебе должно страшно быть, потому что, глядя на ногти, ты должна понимать, что там происходит. Но с другой стороны, я видела прекрасно свой результат и понимала, что он потрясающий. И сейчас я прикупила вот такое средство от Annie, я уже вам показывала как-то в покупках карандаш для увлажнения кутикулы. Пользуйтесь постоянно какими-то средствами для увлажнения кутикулы, потому что убирать кутикулу нужно в течение раз в две недели, не чаще. Раз в неделю это уже часто, а как я убирала раз в два раза в неделю, это вообще, это кому скажи, скажут, ты больная что ли. Я каждый день, во-первых, с помощью других средств, которые я вам покажу, отодвигаю кутикулу, а потом просто увлажняю её какими-то вот карандашами масляными. Всё. У меня хватает кутикулы на две недели. Она не зарастает, как было раньше, она у меня прям нарастала. Она не смотрится жёсткой, сухой, вот этой, когда раздрябивается, она как-то разрыхляется. Аккуратные, красивые ноготочки. Это первый шаг, который вам обязательно нужно сделать. Итак, у меня вот четыре карандаша присутствуют. Эти два одинаковые, давайте с них начнём. Это замечательная вещь, которая вам понадобится при создании хорошего, красивого маникюра. Это корректор для, как-то написано, карандаш, корректирующий маникюр. У вас есть вот такие три насадки. В комплекте идёт три вот таких сменные насадки. Плюс одна уже в комплекте стоит здесь. Это компания Lady Rose. Во-первых, стоимость, он стоит порядка 220 рублей, где-то так, в Рюгоше. Отлично убирает вам маникюр с кутикулы. Поэтому не поскупитесь, я раньше, ну и просто, если честно, мне было просто лень туда ехать за одним этим средством. Теперь я езжу всегда, как только у меня заканчивается, я еду и покупаю второе. Потому что красивый маникюр стоит того. Это намного выгоднее и это намного удобнее, чем вам мурочится с ватной палочкой. Следующие два средства предназначены для ухода за вашей кутикулой. Это тоже фирма Lady Rose. Знаете, почему использую именно её? Я видела вот такие вот штуки в разных фирмах, в том числе и в Sally Hansen. В Sally Hansen он стоит 400 рублей. У него две сменные насадки, всего лишь две. И они довольно широкие. То есть, если здесь такой удобный тоненький кончик, то там они какие-то толстые, широкие. Я не представляю, какими можно вообще упирать лак с кутикулы. И там миллилитров меньше, там, по-моему, полтора, что ли, или 1,7. А здесь три. Четырёх насадок с одного вот этого мне хватило на полугода. То, что у меня было, это спа-уход для наптей с экстрактом морских водорослей. Здесь также шло три сменные насадки в упаковке. Они немного другой формы, но они тоже очень удобны в использовании. И данный карандаш я использовала иногда как для удаления кутикулы. Когда мне было не то чтобы лень, просто поймите, если вы делаете часто обрезной маникюр, это плохо. Когда вы часто обрезаете кутикулы ножницами или щипчиками, у вас она отрастает намного быстрее. Если у вас есть возможность, используйте какие-то другие средства, чтобы не убирать кутикулы именно с помощью щипчиков. Убирайте с помощью карандашей каких-то, которыми нужно отодвигать. Убирайте с какими-то ремоверами. Он очень хорошо увлажняет кутикулу и хорошо отодвигает. Он довольно жёсткий. Поэтому я проходила просто по ногтям в движении по направлению вверх. То есть я кутикулу подгоняла вверх. Тем самым я убирала кутикулу. Она у меня увлажнялась. И я придавала красивую форму. Вот даже сейчас я вот так вот делаю, и у меня кутикула отходит. А вот это средство я купила. Это карандаш биозащиты с маслом чайного дерева. Господи, опять чайное дерево. Что же мне это? Фу, чайное дерево везде лезет. Ну ладно, для ногтей так уже будет полезно всё-таки. Такой же абсолютно кончик. В наборе также три сменные насадки. Хватает одной насадки примерно на два-два с половиной месяца. Это та же самая процедура. Вы отодвигаете кутикулу вверх. Аппликатор довольно жёсткий. И поэтому, когда вы проходитесь по ногтям, вы и убираете лишний слой, вы увлажняете, вы насыщаете кутикулу маслами, в случае это масло чайного дерева, и отодвигаете. У меня была очень маленькая ногтевая пластина сама по себе. То есть место, если полностью вообще, вот сейчас у меня немножечко отрощенные ногти, если их спилить под ноль. У меня ногтевая пластина маленькая-маленькая, у меня такие вот маленькие-маленькие ноготочки. На свою очередь довольно широкая. И когда я начала пользоваться такими карандашами, я эту кутикулу вверх поднимала, тем самым я отодвигала её, я её как бы закрепляла. И у меня постоянно образовывалось место здесь такое, между лаком и кутикулой, беленькое пространство. Оно потом, конечно, опускалось, и его опять поднимала. Когда вы каждый день делаете такие процедуры, она вас встаёт туда на место, запоминает, и у вас место, само ногтевое пространство становится больше. Это здорово, потому что у вас форма ногтя становится другая. Именно это изменило мою форму. На этом не ушло, но считайте, больше полугода, где-то место в 7. Делайте выводы сами, сколько нужно времени для создания хороших ногтей. Это не месяц, и это не два точно. Это намного больше времени. Теперь, что касается маникюра самого вода, я делала обрезной маникюр раз в две недели. Просто потому, что я не люблю, когда торчит лишний мясо, поэтому его убираю. Но раз в две недели не чаще. Также, что касается подпиливания. Девочки, смотрите, какая тема с этой ситуацией. Желательно на руках ногти не обрезать, а подпиливать. Для этого у меня есть вот такие два замечательных средства, которые я уже покупаю в третий, наверное, раз. Это бафики. У меня бафик от Сели Хэнсон. Один вот уже пришёл в негодность. Можно видеть, какой он разрушистый. У меня был до него ещё один, ещё в хужем состоянии. И вот я сегодня прикупила себе новый красивый бафик, чему я очень рада. С одной стороны, я уже повторялась, очень жёсткая сторона, которой я именно подпиливаю ноготь. Подпиливать ноготь нужно 90 градусов. То есть вы ставите ноготь на эту сторону бафика, ровно вот так на 90 градусов, и начинаете пилить ноготь. И потом просто по краям вашего ногтя вы подпиливаете краешки, просто чтобы они были не сильно жёсткими и квадратными. Этой белой стороной придаётся блеск. Вот именно эта сторона служит для того, чтобы не было заусенцев и не было стоящихся ногтей. Раз в 2-3 недели обязательно проходите четвёртой стороной по ногтю, чтобы придать глянец. Обязательно захватывайте торец ногтя. Но в последнее время я приноровилась к другому средству. Это средство от Сели Хэнсон называется Remover. Ну, в общем, средство для удаления кутикулы. Вот теперь я делаю маникюр только с ним, не используя щипчики. Оно работает намного круче. Вы наносите, здесь есть такая пипецочка, вы наносите несколько капелек на кутикулу, ждёте 15 секунд. Берёте апельсиновую палочку, отодвигаете кутикулу вот сюда, опять-таки же, чтобы у вас места пространства было ногтевое больше. И потом острым концом апельсиновой палочки вы убираете всё из-под кутикулы, все остатки. Кутикула сходит на ура, просто кутикула слазит. После маникюра, конечно же, нужно увлажнить вашу кутикулу. Я использую либо те два предыдущих, которые я показывала, от Essence и от Any, и вот такого вот масла, у меня ещё персика. Обязательно этот шаг не забывайте, потому что всё-таки кутикула повреждается, по мере того, пока вы вот это средство капаете, Remover, пока вы апельсиновой палочкой там залазите, она повреждается, и нужно увлажнить. Если касаться того, как я убираю лак, снимаю, то я снимаю его жидкостью для снятия лака без ацетона. Это любое средство, купленное в аптеке, либо в другом супермаркете, но именно без ацетона. Надеюсь, что всё-таки вы поняли, что я хотела вам донести, я вам помогла. На этом я с вами прощаюсь, увидимся с вами очень скоро, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok